Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр и очередное видео от Академии Счастья. Сегодня поговорим о высших силах. Есть ли они на самом деле? Потому что каждый человек так или иначе чувствует, что есть нечто большее, чем то, что он видит здесь в реальности, чем он сам. Что-то такое, что мы называем божественными энергиями или силами. Кто-то видит каких-то сущностей, ангелы. И вот вопрос доверия опять же этому. Можно прочитать в книге, увидеть в видео, в фильме, а можно самому соприкоснуться с этим и почувствовать. Вот этот способ я считаю самым действенным, потому что здесь человеку не нужно верить кому-то просто на слово. А здесь он может в действительности почувствовать это и увидеть, да, то есть не обязательно глазами, но он может это увидеть как внутренним зрением. И тогда он понимает, что действительно что-то есть. И вот с этим можно соприкоснуться, когда вы анализируете, что происходит у вас вокруг и развиваете свою чувствительность. Я тоже сначала не видел, не знал о том, что что-то есть. И в результате своего движения по мосту, то есть в результате процессинга, я начал узнавать и чувствовать, что есть определенные сущности, влияющие на тело. И есть более высокие, более такие сильные, осознанные существа, которые помогают нам, которые могут направлять нас, они могут сообщать определенные знания. И очень важно считывать их, доверять им. То есть многие уже слышали о чейнилинге, некоторые применяют его. То есть это соединенность с высшими существами. И вот таких существ на самом деле достаточно много. То есть я сейчас не говорю о каком-то одном существе, а вы можете сами, если хотите, исследовать это для себя и соединиться с этим существом, получить от него знания. Ведь многие озарения так и происходят у людей. Они соединяются с какими-то высшими существами и получают эти знания. И вот так может делать каждый человек. Поэтому это не какая-то такая способность сверхъестественная, которая доступна только избранным или единицам. Каждый из вас вполне может это делать. Поэтому самое главное это желание это и развить свою чувствительность. Бывает такое просто, что мы не доверяем себе или что-то внутри нам мешает. Какие-то, вот знаете, вы хотите с кем-то пообщаться, да, пообщаться с какой-то высшей сущностью там. Но вы чувствуете, что что-то мешает вам, какое-то недоверие, страх возникает. Вы не можете почувствовать это, как это делать. И, соответственно, тогда вы, ну скажем так, занижаете свои вибрации, да, то есть и плюс, ну как бы начинаете думать, а, возможно, этого всего и нету, то есть я не могу с этим соединиться, пообщаться. Вот здесь важно посмотреть, откуда идет это, ну скажем так, занижение вибраций, почему вы не можете пообщаться. Этому могут мешать какие-то внутренние установки, которые у человека есть, которые влияют на него и, ну, создают такое, как бы, состояние какой-то апатии, какого-то недоверия, бесчувственности. Вот, например, если у человека есть суждение, я ничего не чувствую, я не могу это почувствовать, или, там, я не могу с этим соединиться, конечно же, он будет его использовать. И вот поэтому важно убрать эти негативные вибрации, то есть посмотреть, как они образовались, откуда они идут. Они могут идти и с детства, и с прошлой жизни, и передаваться от каких-то сущностей людей. И вот в процессинге я помогаю человеку соединиться с этим и посмотреть, откуда это идет, и проанализировать, убрать это с помощью, конечно же, перепроживания случаев, когда это произошло. То есть даже если тело атакует какие-то сущности, которые, там, ну, скажем, вы столкнулись с ними в пространстве, вы тоже можете помочь им освободиться, и чтобы они оставили пространство вашего тела и перестали каким-то образом на него воздействовать. И, конечно же, когда у вас пространство ваше чистое, то вы можете гораздо лучше взаимодействовать с существами осознанными, которые, ну, они без тел, да, без привычной физической оболочки, которая у нас есть, но вы можете с ними коммуницировать путем тета-общения, телепатии, вот, и вы можете получать информацию от них, что-то сообщать им. Вот такой процесс, это и есть процесс духовного общения. Поэтому я помогаю человеку восстановить духовное общение, чтобы он чувствовал тонкий мир и мог общаться с ним. Поэтому, если вам эта тема важна и интересна, если вы хотите научиться духовно общаться, соединяться с высшими существами, получать от них ценные знания, вот, коммуницировать, да, и самое главное, очистить свой ум и свое пространство от каких-то мешающих факторов, вот, негативных сущностей, то пишите мне в личные сообщения, и все мои контакты будут указаны под этим видео, и мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу более подробно, как это можно сделать. И, конечно же, если видео это вам было полезным, то поставьте палец вверх, это отметка нравится, рядом колокольчик, чтобы вы получали новые уведомления о моих видео, которые выходят каждый день на моем канале. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, которым тоже интересна эта тема. Вот, и мы будем общаться с вами, если вы подпишетесь на мой канал, видео выходят ежедневно. Вот, на этом, друзья, мы будем заканчивать, и, вот, посмотрите видео, которое сейчас появится буквально через секунду, там рассказывано о том, именно как происходит процессинг, о котором я упоминал в данном видео. Вам всего доброго, и до скорой встречи. Смотрите вот эти видео.